На месте старых торговых рядов целая империя еды. Так теперь называется центральный рынок. От старого базара остался только местный колорит, рассказывает директор комплекса. Его постарались сохранить. Сегодня она в цивилизованном, в полном соответствии с современными требованиями. И заодно мы сохранили колорит самого южного рынка. Мясо и продукты. Всё свежее. И теперь продукцию хранят только в холодильниках, чего не было раньше. Это и есть цивилизованная торговля, отмечает мэр. Более того, современные требования санэпиднадзора. Здесь, в отличие от уличных ярмарок, все продукты проходят специальную проверку на наличие вредных веществ. Сегодня этот рынок – это самое цивилизованное, самое оснащённое по всем правилам, по всем санитарным нормам предприятие. То, что мы сейчас видим, это тоже требование закона, но совершенно нового. Анатолий Дянович, один из первых, его выполнил. Если бы он не выполнил этот закон, то рынок необходимо было бы закрыть. Анатолий Пахомов прогулялся по торговым рядам, пообщался с покупателями и продавцами. Те и другие отмечают удобство и комфорт нового рынка. Во-первых, чисто, во-вторых, свободно. А в-третьих, люди идут из-за красоты. Но не только красота и удобство должны привлекать на рынок покупателей. В первую очередь, низкие цены. Но мясо, например, здесь, на рынке, стоит недёшево. В ярмарке были, там было мясо по 170 рублей за килограмм. Если так пойдёт, то я вынужден буду опять договариваться с фермерами Краснодарского края. Они приобретут машины, тоже оборудованные, чтобы было всё по закону. Они готовы к этому, кстати. Но тогда мне придётся эту машину с мясом подогнать на въезд к рынку, и оттуда будем торговать. Цены, настаивает мэр, нужно снижать и давать возможность торговаться. Рынок всё-таки. А вообще, новый комплекс, отметил Анатолий Пахомов, это лишь один из примеров того, в каком направлении развивается сочинская торговля. Стихийные базары и уличные ярмарки остались в прошлом. На их место пришли цивилизованно обустроенные рынки, а также гипермаркеты и моллы. Сегодня на курорте представлены практически все крупные федеральные сети, всего более 600 магазинов. Торгово-развлекательные центры есть в каждом районе города. Но, по мнению главы курорта, мелкая торговля, небольшие магазины тоже должны сохранять свою нишу и своего покупателя. Сейчас на курорте в целом сформировался разумный баланс между крупными сетями и мелкой розничной торговлей. Ещё один важный шаг – более 500 объектов теперь доступны для инвалидов. Сохранить темпы развития и продолжить уверенное движение вперёд – такую задачу поставил Анатолий Пахомов перед отраслью торговли.